доброго времени суток друзья сегодня на распаковке у нас будут наушнички наушнички от фирмы heavit опять же до heavit g1 кто видел мои прошлые распаковки тот наверное видел у меня такие наушнички тоже от фирмы heavit только версия а и 93 такие вот у меня были до наушнички пока работают сами наушнички но есть кое-какой нюанс я убил кейс от наушников поэтому заряжать я могу только через провод поэтому сама банка уже не работает и до в конце видео расскажу конечно поподробнее как я это умудрился сделать да и как бы поэтому решил себе купить хотел изначально такие же взять думал потом искал искал не нашел такого же цвета черного просто цвета не хотелось брать и да попал скажем так на хорошую скидочку этих наушничков так они намного дороже стоят да и скажем так вот да я их уже заранее распаковал протестил расскажу свои свое мнение плюсы минусы минусы там тоже есть да по сравнению даже с этими наушниками есть кое-какие нюансы и кое-какие минусы да ну скажем так неудобства ну а в целом этими наушниками я более доволен чем этими так что да приступим к распаковке да как бы моё первое вау это было когда их распаковал увидел саму упаковку то есть как они красиво выглядят то есть сама даже упаковка такая ну шикарная скажем так да то есть в таких в виде волн исполнена да то есть изначально когда распаковала думал как это премиально да тут такой даже бантик есть вешать бантик есть такой вешать да такой хороший вариант тоже на подарок да но я их скажем так дешевле взял со скидкой на amazon то есть на том как бы в тот момент там был какой-то какая-то скидка на тот момент да сейчас она тоже действует на алиэкспрессе кстати тоже есть небольшая скидка на них но я думаю это только временно поскольку этих наушник наушничков тоже нет на скидку тоже нельзя взять как раньше да то есть на amazon они даже дороже то есть в дефиците я решил взять вот такие вот вид g1 так сам кейсик тут лампочка у нас такая когда заряжаем то лампочка горит до из минусов что я хочу подметить то есть по сравнению с этими эти у меня лежат я достаю то есть раньше это автоматом ты их достала не сразу начинают искать устройство на которые они были подключены раньше то сейчас у меня это не работает мне это надо вручную делать нажимать кнопку да поскольку кейс не работает на этих так удобно это не сделаешь поскольку сейчас я покажу как это все происходит наушнички достану пихнем их в кейс да и проблема их засовывать в кейс то есть есть еще про версия до этих же наушников у них здесь не физическая кнопка до этих физическая кнопка здесь то есть на каждом наушнике есть физическая кнопка на pro версии они чуть чуть меньше получаются и вот эта сторона у них сенсорная и посадка у них прямая а здесь посадка идет вот такая вот боком то есть ну достать нет проблем как вода если в двух руках они находятся да но если вот пожалуйста заряжается и то есть эти я могу открыть одной рукой хоп достал закрыл и все в этом случае мне надо брать двумя руками и и оттуда вы ковыривать то есть вот так вот да так это все происходит ну в принципе да если вы их носите с собой и они просто лежат у вас на столе и вы хотите одно ухо достать и за ну использовать его как хэнфри или что-то такое да тогда да но это такой несущественный скажем так минус поскольку звук у них просто как бы обалденный по сравнению с ними и посадка то есть я первый раз когда их ставил в уши обе да я просто вставил проверить думаю ну сейчас проверю как звучат и как бы да обратно засуну в кейсы и буду там дальше делать свои дела и в итоге мне не хотелось их обратно вытаскивать из ушей да то есть настолько хороший звук у них на то есть басисты и все такое да и в ушах сидят мягко то есть в отличие от этих эти кстати тоже на них есть обзор на канале скину может быть здесь день будь аннотация вскочит сверху да эта резинка тоже не позволяет их и им выпадать из ушей то есть звук там тоже хороший относительно да но он занижен какими-то плагинами то есть надо делать громче на чтоб он там не переделали что-то такое но они очень криво сидят то есть видите прямо стоят уши сам наушник стоит прямо вперед смотрит в отличие от этих то есть у этих он так поэргономичнее смотрится и не смотрится идет именно органа на мично так в сторону на получается в бог да и он получается в ухо как вставляется и сидит этими штучками прямо так вот он заходит в ухо это стоит просто намертво и тут наверное такой soft touch резина такая да то что ну уха не раздражает в принципе да то есть не болит ухо от них в отличие от этих то есть к ним надо было мне привыкать еще какое-то время да поэтому так то есть эти дешевле эти дороже эти в районе 80 евро эти 35 то есть да но сейчас они вообще 45 а эти взял я вообще со скидкой уже не помню сколько там было помню на алиэкспресс они 55 сейчас стоят со скидкой а про версия помню 60 а на amazon вообще 80 то есть про версия тоже дешевле стало они в принципе прошка особо там по цене не отличается так посмотрим комплектацию как там у нас черт и потом расскажу как я свои наушники то убил все таки так а так тут у нас боксик и тут смотрите да то есть на можно подобрать на каждое ухо то есть вот пара маленьких ушей на большие ну именно затычки да и вот эти вот и вот эти вот наши резинки которые до силиконовой скорее всего такие вот они мягенькие то есть смотрел всякие отзывы до некоторым в принципе не подходит им надо подбирать некоторые даже слышал что делали так что даже вот никакой из этих комплектов не подходил то есть не слышно было басов то есть ну как бы нормально носить можно но басов не было слышно а так это у нас кабель зарядки но упаковка я скажу сделано на высшем уровне как я не знаю смартфонов на смартфонах не не всегда так делают да вот такой вот проводок да здесь не type-c здесь простой микро до микро юсб ну как бы это наушники что тут в принципе наушники заряжать единственное что если бы стоял бы thunderbolt type-c да тогда бы зарядка бы проходила бы быстрее да кстати не сказал у у бокса этого да получается 700 на 720 миллиампер час это где-то на 45 зарядок то есть я сам лично не проверял но как слышал то есть заявлено 5 зарядок то есть полных наушников то есть разрядил зарядил то есть вот так на без подзарядки но слышал еще минус что они периодически то есть разряжаются то есть бокс может разрядиться если у вас наушники лежат вы ими не пользуетесь они где-то лежат там сторонке сами наушники вроде как то есть это не стопроцентная информация слышал просто такое что могут разряжаться и кейсы будут постепенно подзаряжать и таким образом может то есть кейс быть пустым или что-то такое но это как бы очень странно потому что ну как с чего вдруг им отрубаться если они выключены там лежат они подзарядились выключены и лежат и все то есть как бы да странно я не знаю у этой версии ли у другой у них по ходу поддерживается беспроводная зарядка у меня нет в наличии беспроводной зарядки но то есть мне кажется или на прошке или на этой версии можно просто поставить и подзаряжать беспроводным путем до защищены они влагопылезащиты ipx по моему 5 или что то такое да то есть вот этот зарядник сам здесь под проводом и он плотно крепится я видел даже просто их в воду бросали но и этого как бы вам не рекомендую делать наушники сами в дождь носил ничего страшного не было бы от этого они как бы застрахованы но плавать в них я наверное вам не рекомендую если вы соберете ну будете захотите себе их приобрести плавать в них я бы не рекомендовал на то есть гарантии на это никакой никто никакой не дает поскольку там такая же пылевлагозащита как и здесь но здесь в отличие от этих здесь все плотно закрепится на а здесь немножечко другой варианте когда то есть здесь вот такая она хлипкая эта резинка и как бы туда можете попасть в принципе как у меня и произошло скажем участка наверно пришло время уже рассказать каким образом я их себе пока я тут убираю так что у нас там в принципе ничего на все и вид это можно убрать мне пользоваться не буду этому попозже чуть посмотрим чё там есть или давайте сразу скорее всего документация так так же как и в тех и вид тут тоже такая штучка лежит от наверно как их как как ими пользоваться так играй гармонь короче ты можно убрать да я сначала думал это 4 или что-то такое на это аж а то есть аж английская да между прочим русский язык есть внутри то есть это сами почитайте на досуге да я вам тут это все зачитывать не буду да это как их подключать кстати русский сразу открыл как подключать каким образом да единственный ну не знаю минус не минус я привык мне в принципе наверное лучше даже физическую кнопку чем сенсор да то есть говорят от физической кнопки ты себе в голову вдалбливаешь не знаю то что ты нажимаешь переключаешь ну если часто наверное дело да будет небольшой дискомфорт но как бы я вроде как в эксплуатации особо не заметил никаких неудобств но да то есть кому удобнее сенсорной берите прошку они еще и поменьше да если у вас ушки небольшие маленькие то наверное все таки лучше прошку у меня ушки стандартные то есть тоже нездоровые не локаторы все в порядке с ушами но то есть мне вот средний стандарт прямо из коробки что лежал прямо то они подходят то есть я даже не заморачивался ничего не менял как они были так есть то есть они сидят идеально насчет этих наушников решил я поехать фитнес-клуб взял с собой бутылку воды спортивную нами такая идет с такой типа скрепкой и там налил воду ну из машины в машине подтягивал ним пока бы сашки ехал кинул потом в сумку где были наушники и это скрепочка скрепочку я забыл закрыть и у меня открылась и вот я потом открываю сумку они у меня там прям плавают не страшно они же пыль и влагозащиты защищены на думал я наушники сами работают до сих пор но а кейс как бы сгорел зарядку он принимает кейс на то есть я могу их подзаряжать но это очень муторно и геморно поскольку изначально он пытается зарядить сам кейс там где банка по моему 2 2 200 то есть это хороший вариант если вам powerbank нужен то есть от этого заряжаться нельзя да то есть 2 200 она она пытается их зарядить то есть не чтобы зарядить мне чтобы зарядить сами наушники мне несколько часов их надо заряжать это геморно просто поэтому я решил новую взять поскольку то есть они там разрядились один раз они их там на несколько часов заряжать то есть это немножко неудобно на то есть тут ну это как бы уже мои проблемы сам накосячил сам расхлёпываю поэтому да поэтому g1 и вид да ну надеюсь вам чем-то помог да то есть слышал некоторые минусы про них но как бы в моем случае это как бы не сбылось мне они нравятся как бы могу даже рекомендовать вам к покупке в плане если вам для фитнеса брать то есть они особо в ушах там незаметный дискомфорта никакого нет их носить и звук басисты особенно если вы слушаете какую-то электро музыку или хип-хопчик чего-нибудь такое потяжелее да с басами то есть то есть круто на звук действительно для таких наушников никакой эквалайзер принципе даже как бы сверху устанавливать не нужно на то есть они хорошо звучат прямо из коробки ну да у меня на этом все всем спасибо за просмотр желаю вам всего хорошего и до свидания